Едва различимый силуэт в полумраке чердака 21-го дома на Скловогорской. С одной стороны Ольга Перевалова на крыше, с другой на потолке своей квартиры. Она опять проверяет кусок клеенки. Единственную защиту жилища. Сезон дождей, крыша худая. Видите, вот как спасаемся, чтобы не протекло на кровати, на все остальное. Вот, наценивали целлофан на пол, постелили, кое-как, воду собирают. Здесь же рядом остов старинной системы отопления с расширительным бачком. Дома с привидениями и пока еще с людьми стоят здесь с начала прошлого века. Местные жители объясняют, в течение долгого времени они пытались оказаться среди тех домов, которые подходят под программу капитального ремонта. Когда мы стали обращаться, а у вас культурное наследие? Откуда? Чего? Потому что мы ничего не знали. Статус вновь выявленных объектов культурного наследия предполагает особый подход к ремонту таких домов. Нужны специализированные организации и проект. Поэтому чаще всего их оставляют позади очереди. Как говорит депутат областной думы Леонид Песной, в случае с этими домами произошел новый для региона случай, который можно считать удачным экспериментом. Было множественное количество обращений граждан, собственников. Я несколько раз выезжал туда. Да, действительно, у объектов был статус вновь выявленных объектов культурного наследия. Значит, да, действительно, законодательство не до конца урегулировано. К сожалению, в этом году не удалось куда-то продвинуться. Пандемия помешала, хотя планы были весной большие и на региональном уровне, и на федеральном. Но жизнь несла свои коллективы. Но по этим домам конкретно было сделано следующее. Администрация района, конечно, после консультации с Минкультурой, с управлением по охране объектов, вышла с исковым заявлением в суд о прекращении данного статуса. Были сделаны соответствующие оценки, экспертизы. Суд удовлетворил иск администрации Волжского района. Естественно, что Минкульт внес соответствующие изменения в перечень объектов. Статус был снят, и была открыта дорога капитального ремонта в рамках региональной программы. Были стянуты резервы, потому что дома находились и до этого в краткосрочных планах. Сделаны соответствующие литировки администрации города Саратова, министерства строительства ЖКХ. И из 20 домов на сегодняшний день 14 находятся в капитальном ремонте. Причем ремонт осуществляется комплексно. Их хорошо видно издалека, отличаются сверкающими на солнце крышами. До начала ремонта Соколовогорская, как одна из тех улиц, по которой саратовцы выезжают из города, выглядела серо и уныло. Теперь вдоль дороги вновь стоят дома со свежими фасадами. Как говорят жильцы, по сути здания не представляли собой никакой культурной ценности. А особый статус только мешал вернуть им прежний облик. Вы знаете, мы обращались и в фонд капитального строительства, и обращались в комитет ЖКХ, обращались. Вы знаете, ну нигде мы не находили поддержки. Обратились вот к Леониду Александру Чеписному, и только после этого началась, уже снялись нас, как это, дома, имеющие наследие, да, вот, и начался ремонт. Молодцы, хорошо сделали, аккуратно, все как надо сделали. К фасадной части домов здесь особый подход. Их дополнительно утепляют. Так же делается и на крыше. Сейчас заканчивают верх 19-го. Доски обтянуты материалом, что позволило не промочить последние этажи первыми дождями. Как говорит рабочий Алексей, сперва клали утеплитель в два слоя, но по просьбе жителей добавили еще один. Вот сейчас утеплитель, сейчас сделаем все. Весь мусор все уберем. И начнем уже. Тут ерунда осталась. В целом сколько на вот одну крышу, если нет каких-то сложностей, сколько уходит по времени примерно? Ну, то есть без всяких этих, без докладок всяких, вот где-то, ну, месяц-полтора мусор уходит. По словам Леонида Песнова, подобные меры в том числе помогут снизить сумму платежей за тепло в холодный период. Естественно, у жителей тех домов, где ремонт еще не начался, возникает масса вопросов. Главный, когда наступит их очередь? В общем-то, это, на мой взгляд, как раз вот тот пилотный проект, который надо тиражировать. Потому что, действительно, ситуация с домами, износ которых достаточно высокий, она не может долго висеть в подвешенном состоянии. Их надо или ремонтировать комплексно, или принимать решение об их признании пригодным. Я думаю, что оценка тех трех домов, которые остались, она тоже не за горами. Работу по ним мы планируем вместе с фондом, вместе с администрацией Волгского района завершить в 21-м, ну, максимум в 22-м году. Чтобы вся эта территория получила новое лицо, современное, включая благоустройство. Вот это пример конструктивной работы всех уровней власти и всех заинтересованных, как это любят сказать люди, чиновников. Администрация района, администрация города, фонд капремонта, собственники, депутатский корпус, ну, и, конечно, министерство строительства ЖКХ. В среднем процедура от снятия статуса объекта культурного наследия до начала ремонта заняла порядка двух лет. Те дома, где ремонт еще не начался, находятся на стадии обследования. Их техническое состояние гораздо хуже остальных, но работа по ним прерываться не будет, и они обретут прежний вид в ближайшее время.